Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я предлагаю поговорить о Энстенбургско-Кёнигсбергской операции, части более крупной Весловодорской. К ней войска 3-го Белорусского фронта Черняховского имели численность 700 тысяч человек, 1300 танков и столько же самолетов. Враг насчитывал до 800 тысяч, учитывая 200 тысяч фолькштурмистов, а также 700 танков и 500 самолетов. 13 января 1945 года части 3-го Белорусского фронта начинают артподготовку. Причем о мощи огня можно судить по численности орудий на 1 километр, 200 единиц. Правда, из-за снегопада и тумана била артиллерия по площадям, так как не было возможности корректировать огонь, да и авиация в этот день не работала. А затем в бой пошли наземные части, которые сходу обладели первой линией траншей, которую немцы покинули во время артподготовки, но увязли в боях за вторую и третью. Как итог, за день удалось преодолеть не более трех километров. Но в последующие дни оборона врага была прорвана и войска углубились до 30 километров, по фронту в 65 километров. Но и враг успел подтянуть резервы и усилить опасные направления. В этот момент командование в режиме строгой секретности разворачивает 11-ю гвардейскую армию и отправляет ее на север. И она уже 19 января 1945 года переходит в наступление в стыке 5-й и 39-й армии, где, по предположению нашего командования, оборона врага была слабей. Также в этот день части 43-й армии, переданной из 1-го прибалтийского фронта в 3-й белорусский, берут Тельзит, форсировав Неман по льду. Далее, развивая успех, 21 января части Красной армии спешно идут на штурм Инстенбурга. Ведь накануне была взята вражеская карта, и гарнизон города оказался меньше, чем предполагалось. И с атакой медлить не стоило, ведь в город могли зайти крупные резервы немцев. Как итог, наши войска берут город в ходе упорного ночного штурма. Бои шли за каждое здание. Затем, развивая успех, советские части, встречая упорное сопротивление немцев, продолжали взламывать один рубеж обороны за другим, преодолевая при этом водные преграды. И 26 января 1945 года части Красной армии достигли подступов к Кёнигсбергу. А изюминкой операции стал так называемый огненный рейд 89-й танковой бригады полковника Сомера, которая как раскаленный нож в масле прорезала одну линию обороны за другой. А командиру даже пришлось представиться один раз немецким генералом на вражеском посту. Но об этом я расскажу в следующей публикации. А на сегодня у меня все. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!